Сегодня у нас 3 июня 2016 года Вот мы находимся в деревне Потеряевка Вот у нас храм Вот и здесь вот Возим дрова нам к лагерь Стан Детский православный Вот брат наш Виктор за рулем Тракторенка Вот мы возим длинные Это чтобы ребятишки в течение лета могли пилить их Пилами Вот Сейчас будем загружать Также мы здесь подкалываем Между делом Вот я подкалываю Вот такие вот кучи дров у нас тут лежат Вот так же по бортам Ага И это Можно знать оттуда увезти На поле Глужкова Там где-то поля Там может быть не одна тачка Эти проволочки не теряют Маленькие Ладно, пошли я Ладно, брат Ну все Слава богу Вот такой сейчас красивый прут у нас Он наш слив Красота тут Ну вот так вот Слава богу за все Брат Никита Сразу развернул их Камлями Сейчас удобно грузить Ветла очень живучее дерево Сразу какие кустарники Дала Кусты Ветки Слава Христу Сегодня у нас 3 июня 2016 года Это уже вечер у нас 7 часов вечера Вон стоит наш брат Никита С шариком он прогулялся И поставил там Он говорит мордушки Вот сейчас посмотрим Что у него там Какой улов Это первый улов у тебя Первый Вот они вылетают Вон их сколько тут Только с двух мордушек А кто-то еще попадался Кроме гальянов Да, пару карасиков Я их отпустил Пусть растут Они еще не маленькие были Ну этот тоже Алексей Устинов тоже Ловил при нас на мордушку Одного карася С ладонь поймал Вот он говорит Что Тоже стал отпускать их Это видимо вместе с карпами Они не попали туда Шарик не хочет их живыми есть Коты думаю набросятся сразу Вот еще коты Но они тоже Как бы немножко обрезгуют А потом съедают их Смотри А ты не карасик, не? Где? А потому что карасик Где? Нет, это гальянчик Гальянчик О, выпрыгнул Вон Смотри, в муку прям прыгает В муку прям Да, удивительно Как они выросли-то Смотри-ка ты Это много Я подумаю Мордушку Она шевелится Как живая Там Дррр-дррр О, чувствуешь Ты высыпай прям Они сыпятся и сыпятся как надо было заснять это конечно ну ладно стушить парочку можно будет ну да тогда приготовь что-нибудь на ужина на славу богу да вот так господь дает улов какой забины слава христу вот сегодня продолжение 27 мая 2016 года то я решил уже показать от нашего огородчика я хотел показать одну радость господь нам дал наши труды не тщетны были мы садили много саженцев петлы вдоль каждой дамбы вот одна из лагерный пруд сейчас я покажу как мы тут сделали вот столбушок листочки показались и перелезу и вот такой нам господь дал радость то есть почти каждый столбушок начинает уже прорастать нож возьмутся совсем нет они это уже не от нас зависит все в руках божьих тем ближе к воде тем конечно почки сильнее разбухли листочки по вылазили вырастали вернее сказать вот и на этой стороне точно так же вот их видно светло очень живучие дерево вот так вот вдоль всей дамбы это вообще красиво смотрится вот тоже столбушки проросли идем дальше даже вот на этой стороне как бы кажется тут воды нету и однако вот проросло тут уже конечно не так много какие сухие стоят еще почек не видно может и вообще не быть большинство в основном проросли сейчас скоро согласно в интернете показывают погоду что будут дожди это будет лучше для нас сожженцев потихоньку пробегает водичка все равно между досками уходит везде видно что почки выступают даже маленький но уже видно мы поливали несколько раз приходили с ведрами и каждый поливали с братьями с никитой колесниковым вот пенечки как выросли прошлогодние которые пилили ветра здесь нету здесь но прозрачное чистое ну вот так вот славу богу вот такие красивые все дальше я уже не буду показывать не видно что вот так вот слава богу за все чайка летит сегодня у нас 27 мая 2016 года находимся деревня потеряевка вот здесь мы с братом никитой работаем в данный момент пока мы там возили с прудами здесь ветлы стал делали саженцы березки заготавливали 200 штук заготовили 100 в лагере 100 барабашу у нас тут все заросло за это время одуванчик в основной он сколько семян будет но тоже мы сделали и грядки с ним с божьей помощью это у нас лук морковка морковка свекла все это засыпали соломкой сверху немножко как бы перепорошили чтобы влага дольше сохранялась также высадили помидоры то у нас сколько получается помидор там последние 11 вроде да а тут 10 не 80 нету тут 1 2 3 4 5 6 7 7 7171 71 куст тут у нас вот 4 грядки чеснока посажены одна сестра нам пожертвовала валентина из нового вот тоже соломкой присыпали везде вот наш шарик 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 а шарик да это верный наш друг он любит с нами погулять да шарик ну давай ложись тенечек тебе жарко на солнышке ну вот так вот еще я хотел показать в дальнейшем как у нас там рыбы глядят слава богу за все во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Бестворение Святителя Иоанна Затауста Беседы на первое послание к Коринфянам Скажи мне если бы 12 человек неопытных в военном деле не только безоружных но и слабых телом вступив в борьбу с многочисленным отрядом вооруженных воинов не потерпели от них никакого вреда будучи осыпаемыми бесчисленным множеством стрел остались неприкосновенными принимая стрелы обнаженным телом сами поражали всех не употребляя оружия но отражая рукою одних били а других брали в плен не получая сами никаких ран то кто сказал бы что это дело человеческое но победа апостолов гораздо более удивительна не столько удивительно если обнаженный не получает ран сколько удивительно если простой не ученый рыбарь побеждает столь сильных не смотря ни на свою незнатность и бедность ни на опасности и закоренелые привычки ни на строгость предлагаемых правил ни на ежедневно угрожающую смерть ни на множество обольщенных ни на важность обольстителей так мы должны не излагать их и состязаться с ними а прежде слов мы должны поражать их своей жизнью это великое состязание это неопровержимое доказательство от дел на словах сколько бы мы не рассуждали с ними но если жизнь наша не лучше их жизни то не будет никакой пользы они обращают внимание не на слова но испытывают дела наши и говорят ты прежде сам убедись в истине слов своих и тогда убеждай других если ты говоришь что бесчисленное благо ожидает нас в будущей жизни а сам поступаешь так как бы их не было прилепляясь к благам настоящим то дела твои для меня сильнее слов когда я вижу что ты похищаешь собственность других без меры скорбишь об умерших и грешишь во многом другом то как я поверю тебе что есть воскресенье хотя бы даже они так и не говорили но они думают так и содержат это в своих мыслях вот что препятствует неверным сделаться христианами будем же обращать их своей жизнью многие и не ученые люди поражали ум философов являя любомудрия в делах и громче трубы вещая поведением и любомудрием это сильнее слов если например я буду утверждать что не должно помнить зла между тем буду причинять язычнику множество зол то как могу привлечь его словами когда отгоняем делами и так будем уловлять их жизнью из душ их созидать церковь и собирать такое богатство ничто не может сравниться с душой даже целый мир хотя бы ты раздал бедным бесчисленное богатство ты не сделаешь столько сколько обратившие одну душу великое благо миловать бедных но не такое как избавить кого-нибудь от заблуждения кто делает это тот уподобляется Петру и Павлу подлинно можем и мы участвовать в их проповеди но тем не тем чтобы подобно им подвергаться опасностям терпеть голод, мучения и другие бедствия теперь мирное время но тем чтобы проявлять ревностное к тому усердие можно и сидя дома совершать эту ловитву кто имеет друга родственника домашних пусть делает с ними это пусть говорит им это и он уподобится Петру и Павлу что я говорю Петру и Павлу будет устами христовыми если излечешь драгоценное из ничтожного то будешь как мои уста говорит Господь если ты не убедишь сегодня убедишь завтра если никогда не убедишь получишь полную награду если не убедишь всех то может быть из многих некоторых ведь апостолы убедили не всех людей но ко всем простирали свое слово и получили награду за всех Бог обыкновенно назначает венцы взирая не на конец подвигов а на расположение подвязающихся и если принесешь только две лепты он примет как он поступил с Довицею так поступает и с преподающими учения и так из-за того что ты не можешь спасти всю вселенную не пренебрегая немногими и устремляясь к великому не лишая себя малого если ты не можешь обратить ста человек постарайся обратить десять если не можешь десять не пренебрегай пятью если не можешь и пяти не пренебрегай одним если не можешь и одного и тогда не унывай и не оставляй делать то что можешь не видишь ли как в торговле занимающейся ею заключать сделки не только на золото но и на серебро если мы не будем пренебрегать малым то получим и многое а если пренебрежем малым то нелегко получим и многое богатыми делается собирая и малое и многое так будем поступать и мы чтобы обогатившись всем нам сподобиться царстве небесного благодатью и человека любим Господа нашего Иисуса Христа с Которым Отсутся Святым Духом слава держала честь ныне и пресно и во веки веков Аминь шарика перед косточкой косточкой это нам Нина Васильевна Шадрина принесла сегодня жаркое с бараниной вот косточки мы поели мяской остались косточки и вот шарик сейчас вот как ему нравится вот он как шарик умница наш потанцуй вот тебе мой хороший еще молодец на все сейчас в первую очередь съест ее еще есть шарик не торопись сильно то то подавишься надо было еще надо было еще вот еще ну шарик как тебе? ха-ха-ха-ха тут он уже умнее что танцевать давай сюда довести а еще будешь танцовать? смотри еще хрящик есть он видишь за хрящиком ну соображает шарик шарик кс-кс-кс еще будешь? потанцуй шарик да вот она вот она молодец а вот так округом вот так ой какой хороший шарик давай еще а вот так так хорошо молодец молодец на десеровать можно ладно шарик еще чуть-чуть шара давай давай шарик на еще друг давай осталось все концерт такой да слава богу